Всем приветик, с вами Кэти Лакс. Посмотрите, какие необычные, прикольные, прозрачные наклейки. Эти милые кошачьи лапки можно приклеить совершенно на любую поверхность или украсить личный дневник. Черным маркером рисую контур кошачьих лапок, у меня их будет сразу шесть. Розовым цветом рисую подушечки пальчики на лапках. У меня получился достаточно яркий розовый, ты можешь выбрать цвет немножко светлее. Белой гелевой ручкой добавляю блики, если у тебя нет белой гелевой ручки, можно использовать белую гуашь или корректор за маску. Далее рисую окрасы, они могут быть совершенно любыми, я стараюсь сделать их все разнообразными. Эти лапки, даже будучи еще не прозрачными, выглядят очень интересно и миленько. Вырезаю лапки на полоски, затем на квадраты, так будет более удобно вырезать. Теперь предстоит самое долгое и самое сложное занятие, предстоит вырезать каждый отдельный элемент лапки. И если у тебя остается белая линия, после вырезания все легко подкрашивается маркером. Вот такой вот черный контур лапочки. А теперь вырезаю пальчики и меховую часть. Честно скажу, занятие очень трудоемкое и долгое, лучше использовать маленькие маникюрные ножницы. На следующем этапе понадобится пергамент. Аккуратно раскладываю его и заклеиваю скотчем. Далее берем широкий скотч, липкой стороной кладем кверху. На него выкладываем основу заготовки цветной стороной к скотчу. Если у тебя имеется пинцет, лучше делать с помощью него так, гораздо удобнее. Таким образом выкладываю все лапки. Полученную полоску скотча приклеиваю на скотч с пергаментом. Я сделала две полоски кошачьих лапок, поэтому приклеиваю их поочередно. Вырезаю наклейки, оставив небольшой контур из скотча. Таким образом вырезаю все лапочки. Если не хочется заморачиваться, наклейки можно оставить и так, то и с темной подложкой. Но я решила сделать для них основу, чтобы было видно, что эти наклейки действительно прозрачны. Для основы понадобится плотная обложка или пластик. Для того, чтобы определиться с размером, выкладываю лапки на основу. Намечаем линии и вырезаем подложку. Я сделала не только подложку, но еще вот такую вот этикеточку. Здесь я использую двухсторонний скотч. Если у тебя нет двухстороннего скотча, можно воспользоваться обычным степлером. Далее просто приклеиваю лапки на основу. Они легко снимаются с основы и можно использовать по назначению. Эти стикеры очень похожи на магазины. Если ты подаришь эти стикеры своей подруге, я думаю она будет очень рада. Не забывай поставить лайк этому видео. Всем пока-пока и до новых видосиков!